МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для обобщающего округа, греховно сесть. Простите. Товарищи, мы очень интересно послушали доклады по основным разделам нашей партийной работы. Вот мы послушали доклад товарища Кальвита, и я понял, что самое главное в нашей работе – это рабочая комиссия, организация рабочего движения. Спорить невозможно. Потом послушали Шилова, и выяснилось, что вообще-то важно, какая идеология, иначе рабочее движение, оно без идеологии ничего не может сделать. Потом вышел профессор Золотов и сказал, что да это все мы организовали, поэтому без нашей организации это все затормозилось бы, идеология, рабочее движение и так далее. И я попал в такой трудную ситуацию, как бы так никого не обидеть, и как бы так сформулировать, чтобы получилось, чтобы мы все в этом участвовали, а не только эти комиссии. Но я думаю, что нас уже к этому подвели, в том числе и предыдущий доклад в оргкомиссии, что у нас и доклад товарища Шилова, где перечислено было, сколько народу у нас участвует в работе. У нас очень много работает члены партии, и работают они не по заданиям. Я хочу сказать, что у нас как бы задания даются, партийные поручения, но основная деятельность идет по инициативе. Она инициатива согласованная, она согласована с планом, а у нас есть единый план работы, правильно? Этот единый план работы очень трудно начинался, у нас до драки было, кто будет, как его составлять. Сейчас вроде бы это все наладилось, и вот большое спасибо, товарищу, который этим занимается, товарищу Дегстерьеву, это вроде как стало нормой обычной, и все к этому привыкли, и теперь этот план на всю партию, где вы найдете еще партию, в которой им планомерно ведется работа по всем направлениям. Я таких партий не знаю. И если вот взять теперь картину в целом, то на самом деле не существует отдельных частей работы, которые могут функционировать сами по себе. Не существует и существовать не может. Есть целая партия, и вот эта целая партия содержит в себе моменты. Мы уже тут все грамотные, диалектику изучали, различаем между, отличаем момент от частей, да это момент одного целого. Нельзя ничего сделать в рабочем движении, не опираясь на теорию, не организуя это рабочее движение. Ничего нельзя сделать в оргкомиссии и оргработе, потому что безидейная организованность – это самое худшее, что можно только придумать. Это чудовище, я не говорю. И другие товарищи, которые организовывают в целую ленинградскую организацию, ведут кружок по капиталу. Товарищ Герасимов ведет. То есть у нас все многостаночники. Все многостаночники. Таких людей, которые бы не занимались другими вот этими разделами нашей работы, у нас нет. И вот эта мечта, которая была у человечества, что люди будут всем заниматься. Вот рабочие будут заниматься умственным трудом, писать статьи, заметки, давать интервью, публиковать и так далее, критиковать. Пожалуйста. Руководить? Пожалуйста. У нас не то, что вот могут, пожалуйста, а у нас без всякого пожалуйста. У нас рабочие должны руководить. Они везде, сколько бы ни было человек на том мероприятии, которое проходит, сначала мы считаем рабочих, а потом определяем, сколько будет голосовать нерабочий. И это товарищам нерабочим не втягость. Вот я, например, когда не голосую, я не отвечаю за это решение. Вот приняли решение, хорошо. И кто скажет, а вы чего? А мы не голосовали. Поэтому товарищи рабочие. Вот ответственность мы переложили. И очень здорово придумали, я считаю, товарищи наши. Так здорово придумали. А рабочие вроде не возражают, потому что их везде наоборот куда-то стараются принизить, не давать, не пускать. Пожалуйста. У нас есть партия, в которой... Больше нет таких партий. Нет тут нигде в мире. Я как-то был в Бельгии. Ну и нас на семинаре по коммунистическому движению. И нас привели там с бельгийской партией труда. Она партия труда, если по-русски, а партия, если называть ее по-английски, Бельгийская рабочая партия называется, как у нас. И вот мы слушали, слушали, нам рассказывали, как деятельность у них, партийная организация ведется. А можно послушать рабочих, какое у них было замешательство? Потому что никто не спрашивал и никто никогда не давал рабочим выступать. Просто замешательство было. То есть я хочу сказать, что не только вот у нас в стране, и в мире вообще это такая редкость. Поэтому я считаю, что мы-то это выстрадали, можно сказать. Потому что мы знаем, что произошло со страной после того, когда рабочий класс утратил свое руководство. Сначала он утратил его в партии. Если взять, посчитать, сколько рабочих было не в партии в целом. В партии в целом было 59% при приеме, при Брежневе. 59% набирали интеллигентов, самых, что ни на есть, карьеристов. Потому что все не карьеристы давно уже в партии были. А тут были уже карьеристы. Этих карьеристов набирают, а потом добирают. Столько рабочих, чтобы было 59%. И партия, значит, раздувалась. 18,6 миллиона человек. Ну как можно справиться с такой партией? Так с такой партией нечего справляться. Она уже не авангард. Она совершенно не могла ничего делать. Она не могла противостоять вообще контрреволюции. А есть другой подсчет. Посчитаем в бюро и комитетах. В бюро и комитетах было 30%. Максимум, даже на цеховом уровне, 40%. На цеховом, там где, на заводе, в парткомах, там где. Рабочих годов. Это сейчас мало рабочих сравнительно на заводах. А представьте себе Кировский завод. 35 тысяч. Светлана, 40 тысяч. Такие заводы. И больше заводы были на Урале и так далее. На Украине. И везде меньшинство. Везде меньшинство. Везде, где принимается решение, во всех бюро и комитетах, везде рабочие меньшинства. Вот мы переломили эту тенденцию. Одним. Во всем, так сказать, и в России, и, так сказать, в средней традиции. Это раз. Это первое, что я хотел сказать. И что является нашим достижением, которое мы должны использовать, защищать. У нас вообще нет никаких проблем. Ну, есть один рабочий, ну пусть и голосует. Может и нести будет ответственность. Если другие не приехали. Если другие, которые не пришли на собрание, они свалили на него. Очень хорошо. Вот. И нам очень хорошо, товарищам интеллигентам. Мы чувствуем себя свободно. Посоветовали, а вы решайте, можете и не делать. Если что, мы не виноваты. А если мы неправильно посоветовали. А зачем вы принимаете неправильные советы? Своей головой надо думать. У вас университет красный, там такой-сякой. Так вы соображаете, а что вы берете? Мало ли какую глупость придумают. Потому что они все время что-нибудь придумывают. И надо, разве можно всерьез принимать, что они там придумывают. Поэтому надо критически к этому относиться. Я думаю, у нас такой критический подход есть. Никто у нас, так сказать, так вот не ловится на то, что у кого-то там звание. Ну, мало ли какое звание. Мало ли кого-то. Митикой звали, так зовут, как зовут. Все кто-то как-то кого-то называют. Вот второе я хочу сказать. Некоторые изображают ситуацию в России так, что КПСС закрыли, коммунистическое движение уничтожено. И это неверно. Кстати, в других республиках так и было. В Российской Федерации, благодаря тому, что мы довели дело до создания Компартии РСФСР, не ревизионистской, которые, скажем, Долгов и Золотов, например, были членами ЦК. Центрального комитета. И газету, между прочим, когда Центральный комитет РСФСР отказывался делать, Долгов взял шапку, и 22 члена ЦК сдали деньги за то, чтобы зарегистрировать газету, Народную правду. И поставили вопрос на пленуме. И даже генерал Лебедь там, с галерки, говорит, а что какая-то партия без газеты? Какая партия не может быть без газеты. И поставили вопрос так. Либо мы сейчас идем регистрируем, либо вы принимаете решение об издании газеты. Приняли с отвращением. Дескать, давайте в Ленинграде издавайте. И она была газетой. Почему Народная правда оказалась не в Москве, а в Компартии РСФСР была газета. Сначала, изначально. А она была, вот поэтому она и сидела в Смольном изначально. Компартия РСФСР и Ленинградского обхума. Гидаспов поддерживал. И дальше он нас поддерживал. И в другие времена. Как сейчас выяснилось, здорово поддерживал. И орготдел поддерживал. И райкомы поддерживали. В том числе дали помещение для Объединенного фронта трудящегося с телефоном. Прямо от Бекарина Совета. И на митинг привозили, значит, листовки 5 тысяч. То есть, помогали развитию Объединенного фронта трудящихся. Рабочему движению в Ленинграде. Городской совет поликлубов рабочих, так сказать, поставили секретарей первых несколько. В том числе и Смольненского айкома. И так далее. То есть, я хочу сказать, что вот такого обрыва в России, что вот раз и нету. Когда закрыли КПСС? В 1991 году. Когда была учреждена и зарегистрирована РКРП? В осень 1991. В осень 1991. Нисколько не было перерыва. А перед этим было движение коммунистической инициативы. Много было съездов сделано. Всесоюзное движение коммунистической инициативы было. Всесоюзное. И, значит, съезды проходили и в Ленинграде, куда Горбачев выслал даже Ярина, члена президентского совета. Он присутствовал. Рабочий Ярин из Нижнего Тагила. Ну, такой рабочий, который потом опустился и спился. Вот я хочу сказать, что вот у нас вот товарищи, которые в Политбюро, вообще уже дошли. Я сегодня смотрю. Один только товарищ. Ордовин курит. Уже и никто не курит. Что, денег нет уже? Что, не платят совсем? Это что-то... А уже про выпивку и забыли все. А была у нас трагедия была в партии. А, есть там вот. Некоторые показывают себя. Он друг не курит, как товарищ Сталин. А, ну он как Сталин. Это другой. Ну, если как Сталин, тут никто не курит. А я вот думал, убьют меня, не убьют. Когда было решение ЦК, нельзя пить, распевать во время партийных мероприятий. И вот в Ульяновке это происходило как раз. Ну, хоть все закончили, хорошо. Ну, вроде еще не кончилось мероприятие. Наши хорошие люди выходят. Все хорошие там, в том числе рабочие. Он говорит, раз, а тут я. А у нас решение ЦК так, взял и так, думал, сейчас убьют, не убьют. И выливали на землю. Ужас. Так страшно было. Мне. Могли убить. Причем непроизвольно. В порядке... Знаете, как бы, за это не судят. В состоянии аффекта. Да, в состоянии аффекта могли убить. И все. Ну вот. И вроде все так кончилось. Так вот, никакого перерыва не было. Значит, у нас объединенный фронт трудящийся, в который мы собрали. Из партии собрали тех, кто был на коммунистических позициях. И беспартийных, которые были на коммунистических позициях. Это был 1989 год. Причем это была не такая местная небольшая организация. Или там, как вначале у нас был городской совет политклубов рабочих, советы рабочих. А это была организация уже крупная. И уже мы быстро зарегистрировались. При поддержке ВССПС. Куда? Где пригласили на доклад товарища Федотова. Товарищ Федотов сделал доклад о том, что надо выбирать через трудовые коллективы. И поддержал пленом. Шестой пленом ВССПС поддержал это решение. Я там тоже был, но мне это слово особенно не давали. Я там принял. Выступил немножко. И уже в следующем году у нас был Объединенный фронт трудящихся России, который охватывал, опять сказать, массу предприятий, массу рабочих, трудящихся по всей стране. И потом мы сделали такую операцию, собрали только коммунистов. Выбрали из Объединенного фронта трудящихся. Вот это и было инициативное движение коммунистов, которое немедленно превратилось в партию, да еще и зарегистрировали. Причем нас агитировали очень активно члены. Вот есть такой хороший человек был в КПРФ, который нам помогал регистрировать фонд рабочей академии. Очень добрый и хороший Зоркальцев. Он говорит, вы что? Они же КПРФ залегли на дно. И в это время, когда они залегли на дно, создали социалистическую партию трудящихся. Вардазаровой. Ее вы раньше не слышали и сейчас не услышите. Но откуда-то она всплыла? А Горбачев и другие, они как бы за кулисами были. Она как кукла такая была, которая делала леса. А вы говорите, а что она у вас социалистическая? А все коммунистическое движение. Все закрыто. Не знаю. Зоркальцев нам говорит по дружбе. Он помогал нам. Редиктировал фонд рабочей академии. Ребята, вы что? Там у Ельцина на столе лежит указ о запрещении всякой коммунистической деятельности. Мы говорим, ну так положите другой проект указа. В чем проблема? Не подписан же указ? Не подписан. Все, мы собираемся регистрировать. Мы поехали в Свердловск. Услали туда товарища Терентьева, которого разыскивали здесь после этих событий контрабляционных. Все время вызывали его, жене звонили, повестки слали. Ну, чтобы его не беспокоили, мы отправили его в Свердловск, чтобы он организовал подготовку съезда. Вот, съезд провели, отправили на регистрацию. Зарегистрировали РКРП, осталась только программа. А в следующем году в Челябинске, руководство Челябинска сидело на балконе, в большом зале. И провели там, значит, обсуждение программы. Вот авторы программы «Долгов, Золотов и я», эта программа, так сказать, получила там большинство. Вот, ну, немного там, значит, товарищ Макашов выступал, что, дескать, у вас там нет борьбы с сионизмом. Я ему сказал, ну, как вот борьба с сионизмом? У нас круче появится вопрос. Мы вообще, вот Марс как писал к еврейскому вопросу? Освободить человечество от еврейства. Там, вот, смотри, там, на балконе. Ну, еврейство имеется в виду не в национальном смысле, а в торговом. В торгашевство, погоня за золотым тельцом. У нас и у русских это есть, и у украинцев, и у белорусов. И у евреев тоже есть. Ничего тут такого особенного нету. Короче говоря, согласился и Макашов голосовал, и Косолапов голосовал. Приняли их программу. Мы с 92-го года функционировали как партия. Единственное, что нам пришлось сделать некоторые организационные изменения, поскольку наши нынешние друзья и прошлые друзья, вышедшие из партийных, особо партийных работников, это Тюлькина, Интерентьев, они все-таки имели тяготение такое, перетягивать на себя, а не на рабочих, одеяла партийной власти. Значит, мы поставили вопрос, чтобы член, председатель рабочей комиссии Докер Тимофеев стал, был членом оргбюро, и председатель идеологической комиссии тоже был членом оргбюро. Я был председателем идеологической комиссии. Там была прямо война. Профессор Сергеев выступил на пленуме, хотя он у нас лучший друг, и у меня было понятно, по-другому сказать. И сказал, это вот нижегородская группа во главе с Поповым. Это было очень смешно, потому что как такая нижегородская группа во главе не с нижегородцем. Короче говоря, мы поняли, что начинается то же самое, как в КПСС. Мы опять, рабочий в меньшинствех, опять они куда-то их задвигают. Вот сейчас они вот вылезли здесь, не знаешь, куда от них где-то. Один Степан Степанович, он так под видом, что якобы он записывает, но все равно в президиум проник. Вот, и я проник как выступающий. И все равно у нас тут двое, а их трое. Ничего с ними не сделай. Так вот, так получилось, что мы поняли, что надо дружить, но дружить с ними отдельно. Вот мы с того времени и дружим. Мы сделали, пустили такое воззвание о том, что о антирабочем уклоне в РКРП, который мы сейчас наблюдаем, все знаем, что он развился очень широко. Вот, и образовали из идеологической комиссии и рабочей комиссии, но комиссии не было. Вот, не было комиссии. И образовали рабочую партию России. И поэтому, так сказать, историю, мы, конечно, можем датировать свою историю с 1991 года, а отдельное существование с нашими сотрудниками, помощниками, которые гораздо меньше сделали, даже когда мы вот кодекс продвигали. Вот мы считали огромная партия РКРП, а мы больше, Иван Михайлович считал прямо, сколько мы выпустили газет, книг, выступлений, связались с профсоюзными организациями, со всеми областными профсоюзными организациями, всей России связались. И профсоюзы в целом выступили за наш проект фонда рабочей академии, который, вот, готовил, прежде всего, Константин Васильевич Федотов. Ну, я помогал, с точки зрения, так сказать, научная, но, вы понимаете, кодекс не составишь, если ты профессор в университете, трудовой кодекс, ни за что. Это невозможно. Это можно сделать, только если там, вот, знаю. То есть я хочу сказать, что у нас опыт очень большой, партия, и мы можем сейчас подводить некоторые итоги, урожай собирать. Мы собираем урожай. То есть бывает, вот, корень, если хороший такой вот, он, если не испортился, этот корень не изгнил, то тогда могут расцветать и плоды, и цветы, и широко, хорошо, и вот мы и наблюдаем, что и много, и хорошо. И мы даже, правильно говорим, что вот рабочая партия России, это партия авангард рабочего класса, находящаяся в становлении, должен вас огорчить, дорогие товарищи. Дело в том, что мы находимся, вот, истинно всегда конкретно, мы попали в такую ситуацию, что никаких других потенциальных групп, которые могут претендовать на это звание, нету. Поэтому никто нас не спрашивает, вы говорите, готовы вы как ангард, не готовы ангард, закончили свое становление, не закончили свое становление, товарищ Шилов все изучил, не все, товарищ Калевит приготовил он, коллективный договор не приготовил, так, Максим Владимирович, что у вас там, где задержки, почему власть не взяли в Самаре, что, все время в Ленинграде, что здесь ждете, что ли, в Москве будут сражаться, давайте оттуда начнем. Короче говоря, ситуация такова, что рабочей партии России придется, и вот это мы должны на этом съезде констатировать, выполнять функцию авангарда рабочего класса, в том виде, в каком мы есть, потому что вы же увидите, что нет ничего. Вот кого мы наблюдаем, на нас сколько уже было, на сколько все себя показали. Вот эти левые, полулевые, розовые, красные, коммунистические, особенно марксистские, это подозрительно, потому что они марксисты, но не ленинцы. А что такие они маркси... Вот кто такие марксисты, но не ленинцы, кто? Вот Иван Михайлович знает, сразу сказал, троцкотня. Этап-то какой сейчас по развитию марксиста? Ленинский? Нет, Ленина не надо, Ленина не надо, диалектику не надо, это сложно и так далее. Ну, Тшилову не сложно, другим товарищам не сложно, а этим сложно. Ну, если вам сложно, ну, идите, вы не авангард. То есть, все они нам отдали эту, поручили, можно сказать, вот эти там группки и все эти так называемые марксисты. Я недавно к марксистам обратился, думаю, обращусь-ка я, там же разные люди есть, говорят, и хорошие. Вот, обратился к руководителям, к членам этих марксистских кружков. Идите в Красный университет, вы же хотите изучать, у вас же это один неквалифицированный, с другим неквалифицированным беседу ведет. Идите, задание будет выполнять, идите к Мордовин, он вас научит. Будете задание выполнять, не будете выполнять, выгонять. То есть, проверять будем, как в науке делается. Ну, квалифицированный человек готовит неквалифицированного. А если неквалифицированные люди соберутся и будут болтать, ничего не получится. Вон у нас люди, умирают от работы. Посмотрите на вот товарища Юркова, он замученный проверкой работы. И другие замученные. Вот, ну, а что делать? Зато у нас товарищи к нам идут в Красный университет. Недавно мне позвонил из Новой Зеландии, на прошлой неделе товарищи, все было. А могу я вступить в рабочую партию? Нет вопросов. Вот это же общественное объединение, вступайте, пожалуйста. А он уже и в США, и в Залли, и где только не был. И в Бельгии. Так, а какие у нас ближайшие есть члены партии? Ну, ближайшие только в Австралии. Ну, и там хорошие взносы присылают оттуда из Австралии. Там же, ну, вы понимаете, там не такие зарплаты, как у нас. Поэтому они так, и регулярно, никаких проблем. Никаких мер не принимать, никого не исключают. Ну, были задержки из Америки у нас, но как-то они прекратились. После того, как поставлено, как они посмотрели, как у нас проходит собрание, как и собрание, а так, значит, такое хорошее название. Как это называется этот вопрос-то так? Так, не то, что будем выгонять из партии, а как называется? Обязательно. А, нет, он как мы называем... Обратил. Секресно, фандар 집цы cause. Нет, он называется... А, партия под дисциплина. Нет, он скромно так называется. Потом, раз, ставят вопрос, это вы исключите, я это исключить. А почему вы их исключите? Да, но баланс-то все равно хороший. Мы этих исключаем, потому что мы очень легко. Зачем нам тормозить вступление? Здесь весь капитализм нам в этом смысле дает стаж. То есть человек из страдавшейся идет в партии. Поэтому, пожалуйста, будешь работать, оставишься. Не будешь работать, ты не авангард, не авангард. Будем с тобой дружить. То есть, включены из партии, это люди, с которыми мы дружим. Ну, если они не занимают враждебных позиций, вроде Бегезова и Андунбекова. Побольше, кроме некоторых, особенно враждебных. А это вот примиренцы там, эта группа. Вот Сталин в свое время говорил, что есть два вида борьбы. Сначала бороться с правым уклоном и с примиренчеством к этому правому уклоном. Вот это вредные люди. Потому что, если бы мы не поборолись с примиренчеством, все говорят, ну, с кем не бывает, давайте оставим. У нас бы расплодилось таких саратовских организаций и пропала бы партия. Вот партия у нас выстояла в этом смысле. В том смысле, что она внутри эту заразу убрала. Ну, и не в том плане, что больше заразы не будет, а в том плане, что она показала, как надо убирать эту заразу. Убирать надо хирургическим путем, очень резко. А там, вот знаете, с мясом. Ну, поединочке, кто хочет потом вступить, мы рассмотрим. Может, рабочие какие будут. Ну, пока, я думаю, что все поняли, что шутки здесь плохие. Если у вас группу отобрали, и группу отберем. Все отберем, что надо. Спрашивают, как вам удалось? Они удивляются. У нас же партия. У нас люди квалифицированные здесь и такие, и такие, и такие. То есть я хочу сказать, что мы выстояли как партия и с точки зрения длительности, и выстояли с точки зрения идеологической. Ну, нет у нас никого крупнее. У нас же все это на уровне науки поставлено. Причем поставлено в систему. Седьмой год, Красный университет. Кто может что-то... Ну, какой КПРФ? О чем вообще разговаривать? Какие-то кружки? Ну, это вообще не серьезно даже. То есть нет у нас в этом смысле. А что касается положения рабочих в партии, ну, это вот у нас партия родной дом для рабочих. Это все чувствуют. Причем мы проводим самое рабочее мероприятие РКР. И там интеллигентов, там тучами тоже сидит. Вторая половина зал. И все понимают. Вот впереди сидят рабочие. А это, ну, если был бы комитет ученых, там бы ученые сидели. Я вот с некоторыми разговариваю. А что это у вас голосует только рабочий? Ну, говорю, ну, если на съезд художнику будет, что я приеду на съезд художников, я могу нарисовать точки-точки, запятая, минус, роза, кривая. Вы что, с ума сошли, чтобы я там голосовал? А вы приехали на съезд рабочих? Да послушайте вы рабочих. Вам полезно будет. Нет, некоторые так вот со мной обсуждали, обсуждали в Новосибирске, и так он и не поехал. Ну, не поехал, из рабочих. Ну, не поехал и не надо. То есть есть такие рабочие, у которых здесь интеллигентство у них в голове. Вот, поэтому я с прискорбием должен сообщить от имени, я думаю, Центрального комитета, что нам, так сказать, выпало исторически выполнять роль авангарда рабочего класса. И без всяких скидок на то, что мы еще не закончили процесс восстановления. Ну, не закончили. Восстановление во всем же есть. Есть восстановление, есть возникновение, есть прихождение. Да. Ну, так это так будет все время, поэтому дело обычное. Вот, это раз. Но я хотел бы сказать, это мы все обсуждаем, вот, вопросы нашей общей борьбы, что мы делаем? Вот, говорят, комиссия, что она делает? Она организует классовую борьбу рабочего класса за то, чтобы он победил, взял власть и довел бы диктатуру-патриата до полного коммунизма. А когда государство отомрет? До полной стороны класса. А что делает идеологическая комиссия? А идеологическая комиссия организует классовую борьбу в сфере идеологии, чтобы разгромить всех наших противников, вооружить рабочий класс, передовой идеологии и довести классовую борьбу до полного коммунизма. Дополное уничтожение классов. А что делает рабочая комиссия? А рабочая комиссия, это мы главное делаем, мы начинаем, выдвигаем требования, создаем коллективные договора, доводим до забастовок. Из забастовок мы сделаем потом советы, советы будут готовиться к взятию власти, возьмут власти, будет советская власть. И наступит как раз самое интересное, когда советская власть, пройдет переходный период, нам уже это будет легче, уже проходили, так сказать, коллективизирует то, что надо, обобществует то, что надо, и обеспечит полномерное подчинение, производство общественным интересам. И что мы должны всех предупредить, что пока не будет полного коммунизма, беспощадная борьба с мелкобуржуазностью, попытками дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше. Мелкобуржуазность была, и будет весь этап социализма, и борьба с мелкобуржуазностью при социализме, борьба классовая. И идеологическое, и организационное, и политическое, и угодно. А в целом это что получается, значит, идеологическое, рабочее, организационное, а где политическое? Так политика это есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Диктатуру теряется до полного коммунизма. Вот это, вот все мы занимаемся политической борьбой. Все наши комиссии, и вся партия, и каждый член партии, который не занимается политической борьбой, его исключают за другие пункты. Или за носа не заплатил, или на собрание не пришел, или не пришел на комитет. Ну, найдут за что исключить, но это все по политическим соображениям. Почему? Ну, потому что авангард класс, это авангард класс. Если человек не в авангарде, мы же не считаем, что человек не в авангарде класса, что он плохой. Ну, почему? Хороший человек, но не надо его записывать в авангард. Это очень вредно, когда записывают в авангарде тех, кто не может. А теперь, значит, может сложиться такое впечатление, что вот мы несчастные партии. Почему несчастные? Вот, мы должны быть в авангарде, за все отвечать, за все бороться, вот, все делать. А другие гуляют, отдыхают, уже давно ребята напились, уже там накурились, а мы все ходим, тут на съезды, и приезжают туда-сюда. Вот, вот, великие люди объяснили, что такое счастливые люди. Дегель говорил, счастливый тот человек, который соответствует своему предназначению. Ну, неужели предназначение человека, чтобы, понимаете, напиться, что-то съесть, где-то сидеть, что-то получить? Предназначение. Человек, это же не животное просто, а животное общественное. Сущность у него общественное. И если вот, человек не может быть счастливым, если он не способствует народному счастью. А эти люди способствуют, помогают людям выйти из тяжелого плана. А мы все помогаем, мы все помогаем страживающим. Мы все. И церковь помогает, которая говорит, спокойно, ребята, там вот есть, Бог вам все решит. Значит, это первое. Второе. А что Маркс говорил по поводу счастья? Ну, Маркс, конечно, материалист, он по-другому сформулировал. Он сказал так. История славит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Кто больше распространил газеты, тот более счастливый. Кто меньше распространил, кто больше роликов записал, кто больше, так сказать, сделал для того, чтобы корректировать договор, пошел хороший и так далее. Правильно? Вот, я думаю, что можно сказать, что люди, которые в партии, они себя чувствуют счастливыми. И я вам хочу сказать, дольше проживут. С гарантией. Я вам могу сказать, как человек не самый молодой, имея в виду, что я очень многих видел, которые со мной сражались и спорили. Их нет уже давно, потому что они все время вместе с линией партии, и независимо от линии партии, постоянно они перегибали в душе. А у нас твердый стержень, все хорошо. В чем проблема? У вас есть проблемы? Нету. Будем идти вперед, и все. А тот, кто идет вперед, чувствует себя лучше. Это, если вы не верите в теорию, есть практика. А практика говорит такая, что те, кто идут в атаку, в наступающей армии, у них раны затягиваются. Затягиваются. А те, кто отступает, не потому, что они плакают. Ну, бывает, что в армии. Армия отступала у нас сначала. У них открываются раны. То есть это тяжелое дело. Вот скажите, пожалуйста, мы вот, как рабочие партии, мы в наступлении или в отступлении? В наступлении. Поэтому это все-таки счастливые ветераны. Почему? А чего нам не радоваться? Все хорошо. Потому что мы, еще добавок, не подлецы. Потому что подлостью было бы, когда народ страдает, а мы делаем вид, что это нас не касается. Вот никто у нас так не делает вид. Нас это все касается. И мы, как порядочные люди, делаем то, что мы можем. Если вы можете, если нам кто-то придет и скажет, у нас есть такие, нам все время присылают. Сделайте то, сделайте вот то. Почему вы так мало делаете? Вот вы, товарищ Казин, почему вот этого не делаете? Вы почему, товарищ Фединовый, вот этого не сделали? Нам говорят, вы сделаете еще вот так вот. Приходите и делайте. Мы не против. У нас все по инициативе. Поэтому я думаю, что мы к этому спокойно относимся. Кто хочет нам помочь, нам, лично нам ничего не надо. Кто хочет помочь рабочему классу, приходите. У нас работа найдется для всех. И тут у нас уже объяснили, что эта работа будет расширяться, расширяться и, так сказать, до бесконечности. Поэтому все хорошо. Все хорошо. И, так сказать, я хочу вас поздравить, как людей, которые могут испытывать счастье в самое-то попечальное время для нашей страны. А почему? А потому что именно в это печальное время и выясняется, кто настоящий человек. Кто настоящий человек? Настоящий человек, который думает не о том личном своем благе, а думает о благе народа. А благо народа прежде всего связано с рабочим классом. Поэтому мы очень жестко ставим вопрос. Вот рабочий класс – это критерий. А мы действуем в интересах всех. Почему? Потому что рабочий класс выражает интересы всех трудящихся. Они трудящихся не выражают. И мелко выражают трудящиеся. Мы и в ваших интересах тоже действуем. Мы в общих интересах говорим. Мы за народ. Но сначала мы за рабочий класс. Я был свидетелем, как была перепалка между Шишкаревым и Ампиловым. Вот этот Ампилов приезжал Шишкарева прямо к стене. Он такой горячий. И говорит, вот Василий Иванович, вы за партию или за рабочий класс? Вот если партию скажет так, а рабочий класс скажет так. Вы как? Ну, Шишкаревым и Ампилов, я за рабочий класс. Ну, а мы бывали одной партией тогда в РКРП. Ну, вот партия же сказала. Ну, партия сказала, но партия, если я за рабочий класс. И ничего не мог сделать с ним. И где-то там Ампилов-Ампилов, будучи таким пламенным, пропагандистом, хорошим, он же пошел в помощники к Живеновскому. Поэтому, когда вот писали, некролог, надо было хорошее писать, но какой-то конец нехороший. И как-то это бросает тень на всю жизнь. Вот, скажем, про нас скажут, и старое поколение говорят, если говорили. Вот есть тут люди-основатели. Что да, да, дел был, был, был. Как Ленин говорил про Жюль Геда. Жюль Гед выглавлял эту гору по французской соцпартии революционную. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его измены в 2014 году. Хотите? Или на примере Каутского. Или Плеханов, основатель русского марксизма, программу разрабатывал вместе с Лениным и стал меньшевиком. Поэтому это что, счастливый или... Ну, Плеханов, счастливый человек? Не захочешь такого. Поэтому, когда мы боремся с революционизмом, это мы ради счастья даже тех, которые впадают в революционизм, боремся. Мы всех и их тоже хотим сделать счастливыми, чтобы они больше гадостей не наделали. Исключаем их, чтобы они не портили дело и так далее. Поэтому я думаю, что вот вопрос о счастье, он должен у нас постоянно стоять, как наше объединяющее начало. Мы ради счастья всего человечества и ради своего личного счастья, потому что личного счастья у порядочных людей без общественного не бывает и быть не может. Спасибо. Успехов всем. Уважаемые товарищи, вот заслушали мы доклады всех комиссий. Заслушались. Да, прослушали обобщающий доклад. Михаил Васильевич Попов. И предлагается, значит, в первую очередь рабочим, членам нашей организации выступить и выступить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.